Теперь затяжные осенние штормы в Керченском проливе не помеха для снабжения полуострова необходимыми товарами и продуктами. Водителям больше не нужно часами ждать своей очереди на паромной переправе и волноваться о простоях из-за плохой погоды. Грузовики и фуры могут добраться с материковой части страны в Крым всего за полчаса. Знаки, запрещающие проезд по Крымскому мосту большегрузному транспорту, демонтировали этой ночью. Теперь доставка грузов будет быстрее, обещают в ассоциации перевозчиков. Доставка уменьшается сразу же на целые сутки. Почему? Потому что для того, чтобы грузовик пересек паром, для этого необходимо ему зарегистрироваться на накопительном пункте, потом получить билет, загрузиться на паром, переправиться. Это где-то в течение суток всегда теряется времени. А эти сутки мы как раз сразу же на мост заходим и поехали, мы за сутки доезжаем до Краснодара. То есть экономия очень высокого времени и рабочего времени, которое регистрируется у водителей на тахо-городе. В числе первых по мосту в Крым проехали авторефрижераторы с молочными и мясными продуктами и фуры со стройматериалами. По встречному направлению двигались машины с продукцией винодельческих предприятий Крыма. Запуск движения для грузовиков проконтролировал и Кот-Мостик, талисман стройки века. Он проехался на приборной панели грузовика, украшенного воздушными шарами. По словам Николая Максименко, раньше за паромную переправу грузоперевозчикам приходилось отдавать 38 тысяч рублей. Теперь эти деньги будут убраны из стоимости фрахтов. Проезд по Крымскому мосту бесплатный как для легковых автомобилей, так и для фур. Водители все счастливы. И счастливы не на словах, а на деле. То есть теперь на сегодняшний момент получается, что водитель получил все документы, сел и поехал. Работу моста контролируют диспетчеры Центра управления производством. На протяжении 19 километров трассы работают 10 автоматических комплексов, которые передают водителям необходимую информацию от разрешенной скорости движения до метеоусловий. На Таманском берегу круглосуточно дежурят автомобили дорожных служб и эвакуаторы. По берегам пролива и на самом мосту работают машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности. Рядом с автодорогой кипит работа. Собрана половина морских пролетов железнодорожной части моста. Это 5,5 из почти 11 километров на двух направлениях – Крымском и Таманском. Строительство железнодорожной части Крымского моста вышло на свою пиковую фазу. За истекшие 30 месяцев мы уже завершили в полном объеме сооружение всех фундаментов, погрузили все трубосваи. Сформированы уже практически более 300 опор из 307. При этом продолжаются работы по сборке металлоконструкций пролетных строений. И порядка 130 тысяч тонн металлоконструкции уже сегодня собраны. Работы идут на всех участках – и на сухопутных, и на морских. На строящихся железнодорожных ветках уложено более 4 из 38 километров без стыкового пути. Одновременно на стройке находятся 7,5 тысяч рабочих и специалистов. Они работают в две смены. По графику железнодорожную часть Крымского моста должны сдать в декабре 2019 года. Михаил Журавский, Людмила Замятина, Севинформбюро.